Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой. И сегодня у нас будет видео о моих покупках и подарках, которые мне подарили за последнее время. Ну, их как бы накопилось какое-то время. Мне есть чем поделиться и что рассказать. И, конечно же, я снимаю видео. Как видите, у меня новый фон, лайфхак, так как маленький на кровати должен быть, да? И вон Кристинка моя, там тоже можно их видеть. Они на фоне играются, развлекаются. Кристиночка мне помогает, чтобы я могла снять для вас видео. Большое спасибо за это. Маленький не плачет, не хнычит, потому что стало всё тяжелее снимать видео, потому что я всё держу на полу, штативы и свет. А мой маленький любит лазить по полу, он у меня везде лазит по полу. И любит забираться по штативу, соответственно, мне одно очень тяжело это всё снимать. Соответственно, уже накопилось много после того, как я простыла там. И вот начинаем. В общем, первое, давайте я вам скажу то, что мы были в гостях, и сестра моя и тётя подарили кучу нам и племянник, подарили кучу нам подарков. Вот такие вот интересные игрушечки. Они вертятся, крутятся, и вот так крутятся. Я думаю, что это надолго. Малышу сейчас он, конечно, всё грызёт. Немножко она тяжеловата, но, в принципе, мы играем хорошо. Вот для полгода нормально. Главное, чтобы он не взял так сильно и не дал себе по голове. В принципе, он этого не делает, в чём он большой молодец. Также мне очень понравилась вот эта игрушечка, потому что она создаёт звук, и она, знаете, как бы взаимодействует с ребёнком, когда он её хватает вот так, а она раз и встаёт. Это такая неваляшка. Здесь на руке не видно, но неваляшка. С очень прикольным вот таким звуком. Я думаю, что это тоже ему ещё и навыраст, и сейчас он с удовольствием играет с этим. Моя тётя подарила нам вот такой наборчик. Кстати, покрывальцы я уже пользуюсь им. Мне оно нравится. Оно плюшевое, с одной стороны ровное, с другой стороны пупырчатое. Оно, значит, вот такое вот небольшое, мягенькое, приятное. И также к нему идёт, это для машины она взяла нам, потому что знают, что мы собираемся путешествовать много. И также вот для малыша вот такая вот, тоже здесь пупырчатое, а здесь ровненькое, плюшевое, такая подушечка. Совсем скоро мы уже поменяем ему люльку, которое, кресло, да, куплю ему кресло, в котором он будет сидеть. И, конечно, ему будет удобно с такой вот подушечкой путешествовать. Вот, мне это очень нравится, Мариночка, спасибо. Это очень крутой подарочек. Также моя сестра подарила нам вот такую книжку. Я вообще-то даже не собиралась, в принципе, покупать такую. Ну и сестра говорит, есть у вас такое? Мы когда-то сравнивали её малого, да, ну, племянника моего. И она прям открыла свою такую книжечку. И говорит, ой, мы в таком-то возрасте весили столько. У нас вот столько-то появился первый зубик. Конечно, всё это не упомнишь. И очень классно. Потому мы посравнивали, мне понравилось. Она говорит, у тебя есть такая книжка? Говорю, нет. Она говорит, отлично, я знаю, что вам подарить. В общем, подарила такую книжечку. В ней очень много интересного. Тут и отпечатки пальцев. Единственное, что здесь нет про зубики. Но она говорит, везде, где я смотрела, я не нашла, чтобы там было с зубиками вместе. Поэтому я возьму там страничку, которая есть пустая, и сама нарисую эти зубики. И буду отмечать, когда они растут. В инстаграме хорошо я всё выкладывала, поэтому даты все запомнились. В общем, вот такой вот красивый. На память мне и моему малышу будет приятно. Я думаю, в будущем посмотреть на это. Дальше покупки. То, что я приобрела. Давайте малыша, да, закончим. Я приобрела в Леруа, вы, может быть, видели во влоге, вот такие штучки. Ещё теперь у меня весь дом вот в таком мягком поле. Или по поле, полу. В общем, мой малыш лазит, ползает. Во-первых, создаёт тепло. Во-вторых, подрастёт, он будет изучать. У нас здесь есть цифры, есть алфавит. И есть всякие зверюшки. Хотя они очень непонятных цветов. Но во всяком случае догадаться можно, где птичка, где слоник, где медвежонок, где собачка. А может, это слоник. Нет, слоник вот тот. С синим хоботом и с оранжевой головой. Ну, неважно. В общем, всё. Мне теперь весь дом и кухня, вплоть до ванны, всё вот в таких вот мягких полах. И он даже если падает, ему не больно. И очень классно. Я могу также упасть с ним на пол, поговоряться, что ему очень нравится, когда я с ним валяюсь на полу. Вот. Купила я это за 1290. Их там, ну, целый алфавит. Посчитайте, сколько букв. 36 букв в алфавите. Если в 36. Если я не ошибаюсь, 36 букв в алфавите. Ну, в английском 28, по-моему. Есть, кстати, 28. Но я тоже не уверена. Есть, кстати, 28 английский ещё. Ну, в общем, я купила русский. И всё постелила. Всё классно. Ещё я приобрела вот такую вот вещь. Отдала много денег. Я считаю, что это, конечно же, дорого. Это Кларенс. Кто-то из девчонок мне это советовал. Но также я зашла. В Инстаграм, по-моему, писали. Кстати, Инстаграм ссылку я оставлю, потому что всё самое интересное и свежее там новости. И я хочу, чтобы вы были не только здесь, но были в Инстаграм в курсе дел. Поэтому я призываю вас подписаться и быть со мной, как говорится, онлайн практически. Вот такой вот Кларенс. В чём здесь прикол? Здесь такое маслице. Здесь 30 миллилитров. Стоит оно вообще 3 с лишним. Но я заметила, что частенько делают они акции на них. Я купила с 50% скидкой за 1755 рублей, по-моему. Это такое маслице. Вот так вот оно выглядит. Эх, достанем. Вот оно. Оно добавляется в любое уходовое средство за телом. Это автозагар. Да, я не сказала, самое главное. Это автозагар. Причём Кларенс я слышала много раз, что его очень хвалят. Одна из самых таких лучших марок, которые хвалят, что у него очень естественный красивый загар, без пятен. Это имеет накопительный эффект. То есть капаешь 1, 2, 3, 4, 5, 6 капель. Ну, до 6 рекомендуется вообще там 4, 6, по-моему, капель. В твое уходовое средство. Вот, например, вы выдавили всё на ручку, да, и капнули несколько капель этого, размазали и нанесли. У меня, конечно, для тела это всё. Есть для лица ещё отдельно. Ну, знаете, я как бы буду использовать это и для лица. Во всяком случае, я попробую. Я не думаю, что здесь что-то такое супер-мега-отразительное, что на лицо нельзя наносить. В крем для лица добавила, и всё прекрасно. Может быть, просто для лица более щадящий, а здесь более такой сильный для тела. Но я не боюсь. Смоется. Как крысинка всегда красит свои волосы и говорит, да, душа смоется. И поэтому я буду добавлять это в свои уходовые средства, размазывать и наносить на тело, и посмотрю, что будет. Ещё не пробовала, буду пробовать впервые. Если кто-то это уже пробовал, есть какие-то рекомендации у отзывов, пожалуйста, пишите мне в комментариях или в Инстаграме. В общем, вот такая штука у меня теперь есть. Ну, и последнее, к чему мы придём, это, конечно же, подарки от моей подписчицы. Одна из подписчиц, она делает сама, своими руками, украшения. Я не ожидала, честно, потому что она прислала просто уйму украшений, и она прислала письмо. Посмотрите, какой красивый, красивый конвертик, такой, так приятный. Я с удовольствием читала, и сейчас вам тоже прочту это письмо. Значит, она делает украшения своими руками, и она мне говорила, что хочет прислать мне, потому что она уже то ли не занимается этим, то ли что. Ну, в общем, есть у неё украшения, которые лежат, и она бы очень хотела, чтобы они не просто лежали там, да, и ждали чего-то непонятно чего, а блистали на мне. Ей было бы это очень приятно. Но так как я люблю украшения, и в видео я постоянно меняю образы какие-то, то я с удовольствием, конечно же, приняла такой подарок. И вот она мне пишет. Селена, привет! Поздравляю тебя с весной, с наступающим летом, с первыми лучами солнышка. Дарю тебе сделанные мной украшения, и хочу, чтобы ты в них сверкала. Первое – это колье. Бисер, бусинный, янтарь. Я не буду говорить конкретно из чего, но в основном всё из натуральных камней. Кварц, янтарь и бирюза. В общем, очень много всего. Значит, колье. Второе – серьги розовые шикарные. Сейчас всё покажу. Третье – серьги красные и чёрные. Четвёртое – браслетики. Пятое – браслет с молниями в стиле стимпанк. Ободочки, кольцо. В общем, много всего. Я когда читала, такая думаю, да нифига себе, сколько всего прислала. Я думала, она так пришлёт мне украшения просто. Там одно-два. Я пишу дальше. Я видела у тебя жёлтое пальто-кардиган. Подумала, что колье можно с ним одеть. А также колье очень красивое. Я покажу вам сейчас. А также с теми красивыми бежевыми платьями. Розовые серьги и розовый сиреневый браслет может к другому розовому платью из видео. В общем, смотрит мои видео, знает, что к чему. Сразу же, наверное, видела образы. Ну что мне тебя учить? Сама, конечно, разберёшься, что и куда. Передавай привет Кристине. Может, и ей что-то понравится. Может, и водок из золотых бусин ей подойдёт. Мне кажется, что она такая скромняшка, что даже украшения не носит. И смеётся. Просто у неё их... Просто у неё их не очень много, поэтому она не носит. Ну, конечно, мы сейчас ей что-нибудь выберем. Удачи вам, девочки. Здоровья и всего наилучшего тебе, твоему малышу, близки, маме. У тебя очень красивая мама. Мама, привет. Спасибо большое. Надеюсь, ты покажешь на видео, понравилось или нет. Рекламировать меня не надо. Просто Ольга из Москвы. И солнышко. Спасибо, дорогая Оля из Москвы. Но сейчас я покажу все украшения, которые ты нам прислала. И здесь даже прислала на уход, как ухаживать за этими украшениями. Сердечки, наклейки много таких. Я точно знаю, куда я их прилеплю. В общем, от души всё. Значит, начнём с ободков. Вот таких два ободка. Один с жемчугами. Мне, конечно же, жемчуга очень подходит. Такой вот тоненький, красивенький. Очень такой нежный образ. Мне нравится, кстати, что ничего, я уже попробовала, одевала его, что ничего не цепляется. То есть, очень сделано клёво, что одеваешь вот так вот, да, ободочек. Носишь, носишь его, потом снимаешь, и ничего нигде не цепляется. Потому что часто бывает, делают, да, и какие-то штучки торчат, и цепляются волосы. Здесь очень красиво. Мне очень нравится. Вот такой вот красивый он. Второй из бусин. Про который она говорила, что он подойдёт Кристине. И я полностью согласна, потому что это Кристина, даже цвета такие. У меня он даже немножечко сливается. Поэтому, если Кристине понравится, то с удовольствием посмотри. Сделано всё вручную работу, ты представляешь? Я вообще обожаю, когда своими руками люди что-то делают. То самое колье, которое она говорила, это вообще шедевр, девочки. Я не знаю, я бы такого не сделала, наверное, никогда. Это просто шедевр. Посмотрите. Янтарь. Вот этот вот цветок весь из бисера сделанный, да. Камушки. Боже, это я не представляю. Я не представляю, сколько времени она могла потратить на вот это безумное украшение. С другой стороны, кожа. Мягкая, бежевая. Всё это сделано, опять прошито. Я вот вижу. Всё. Это всё бисера, вы понимаете? Посмотрите. Вот этот цветок вообще просто нереальный. Я в шоке. Я в шоке. Это, конечно же, красота. Это идеально подойдёт под вот этот кардиган. Просто это видно, что это ручная работа, что это дорого, что это труд, вложенный душа. Спасибо большое, Ольга. Это вообще, вот это колье мне безумно понравилось. Я обязательно его буду одевать куда-нибудь. В какие-то образы, одежды. В общем, я повешу на видное место, чтобы помнить. Потому что у меня много украшений, и я, честно говоря, иногда про какие-то забываю. И я повешу его на видное место. Это шедевр. Согласна. Значит, вот такие браслетики. Здесь тоже, да, камни. Надо будет почитать ещё какие. Янтарь, ещё что-то. Вот такие браслетики. Их можно сочетать вместе. Они подтягиваются немножко. Можно одевать так вместе под что-то. Можно по одному. Если Кристиночке понравится какой-то браслетик, я тоже ей, конечно же, подарю всё, что ей понравится. Очень красивые такие браслетики. Главное, что, да, натуральные камни, это очень круто. Это классно. Камни вообще помогают как-то. Покажу вам серёжки. Тоже, опять же, то, о чём она говорила, это просто, ну, нереально. Я не знаю, сколько времени нужно было потратить, чтобы сделать вот такие серёжки. Посмотрите. Это же всё бисер. Это вот всё вот это плетение. Да? Красота. Действительно, это должно быть какое-то супер-мега-нереальное крутое платье, чтобы вот просто оно вот так вот подошло. Смотрите. Богатцы просто. Богато. Очень богато смотрится. Ну, я ценю этот труд. Вообще. Розовый, тем более мой любимый цвет, да. Я люблю висячие какие-то такие. Мне всегда на них очень жалко денег. Они действительно дорого стоят. Жалко денег, потому что я такое в свет вот так вот прям не ношу, да. А просто для видео мне вот так хватит жалко. Но я всегда восхищаюсь, когда я вижу такое. Всегда. И то, что мне это подарили, это вообще что-то безумное. Спасибо большое. Дальше вот такие вот серёжки. Ну, такие они лёгкие немножко. Образ красный, потому что это может быть красное, да. У меня, кстати, красных серёжек немного. Тоже может подойти. Очень так утончённо, аккуратно выполненная работа. Вот такие чёрные. С переливающимися камнями тоже. Очень красивые тоже серёжки. Чёрных тоже, кстати, у меня немного. Бывают очень часто образы, когда прям не хватает чёрных серёжек каких-то таких. Вот, очень классно. Я в восторге, в восторге, в восторге. Да ещё не всё, здесь ещё дофигища. Господи, кольцо. Офигеть, какое кольцо. Смотрите. Покажу. Оно регулируется здесь. Любой можно. Ой, на, вот это. Тоже сделано из бисера. Внутри вот такая бусина. Шикарное колечко. Шикарное колечко. Классно. Классно. Мне нравится. И всё это плести. Сколько времени на это всё уходило? Я не могу. Я в шоке. Представляешь, Кристина, вот люди занимаются. Вот такой вот шикарный браслет ещё зелёный. Под моё зелёное платье. Кстати, длинное в пол. Которое я с короной мерила. И вы говорили, не отдавай, ты в нём так дорого смотришься. Так классно. Мне кажется, это под него как раз тоже выполнено очень круто всё. Шикарный браслет. И вот такие ещё браслетики. Здесь бирюза, кварц. Вот такие вот. Вот это вот всё вместе сделано. Вот такой браслетик красивый. Вот классно. И вот такой вот бирюза. Аккуратненький. Кстати, я смотрю, модно вот эти вот штучки. Это ручки или я не знаю что. Висюльки вот такие вот. Тоже какие-то модные. Много в каких вот вижу, которые стоят тоже там денег нереальных. В общем, вот такая красота. Олечка, большое спасибо. Конечно, ты порадовала меня. Ты меня удивила. Твоё письмо очень такое тёплое. Мы очень ценим твой труд, твой подарок и все твои пожелания. Полностью взаимно. Да, большое спасибо. Кристина тоже вам передаёт. За ширмой моя таинственная Кристиночка. Такая большая коробка подарков. И с удовольствием теперь я всё разберу. Пока что оно было у меня всё собрано для того, чтобы я показала, поделилась впечатлением. Теперь я всё разберу, найду каждому своё место. Большое спасибо. Мне очень нравится и очень приятно, когда мне дарят подарки. И много девочек мне ещё пишут, много подарков ещё едет. Я обязательно буду делиться своими впечатлениями, потому что это реально круто. Это очень приятно, когда незнакомые люди из каких-то других частей городов что-то находят и создают какую-то связь. И я всегда рада создавать связь с новыми людьми, с хорошими пожеланиями. Пусть у всех всё будет хорошо, пусть все будут счастливы и больше радости, улыбок и, в общем, здоровья и денег нам всем и любви. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Спасибо большое, всех вас целую, обнимаю. Увидимся в следующем видео подпиской, лайки, то есть дайки. Чё это я вообще фишку свою забыла? Дайки, 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 лайки, дайка лайку. В общем, люблю вас, целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok